как устроен обычный флагманский смартфон давайте возьмем все технологии которые у нас есть запихнем сюда и попробуем продать подороже с бюджетными и средними смартфонами происходят более интересные штуки потому что здесь ресурс ограничен и нужно выбирать приоритет где-то игровой уклон и процесс побыстрее где-то материалы корпуса посимпатичнее где-то камера получше хороший пример redmi note 10 pro в этом году сделал ставку на хайповые штуки экран 120 герц и стеклянный корпус и сегодня поговорим о его главном конкуренте которую стоит дешевле это real me 8 pro за 25 тысяч рублей и у него свои приоритеты прежде всего быстрая зарядка интересные инженерные решения и камера на 108 мегапикселей так что давайте разбираться и это droider с вами оседенский погнали и прежде чем прийти к камере про другие интересные штуки во-первых корпус казалось бы но обычный пластик да шершавый да с градиентом но пластик но оказывается главное в этом корпусе компоновка элементов внутри а именно антенн вот смотрите вот это прием вайфая около роутер на real me и на мой пиксель 5 ну вроде все нормально а теперь мы уходим на кухню которая находится в другом конце квартиры и обычно здесь большинство смартфонов уже не добивают до вайфая и отключаются и так происходит с пиксель 5 а real me все еще подключен показывает значение меньше децепелла что хорошо второй важный момент это зарядка батарея здесь на четыре с половиной тысячи миллиампер часов и в комплекте идет быстрая зарядка на 50 ватт супер дарт обратите внимание на толщину вот этого кабеля который идет в комплекте он такой толстый потому что пропускает очень большой ток до шести с половиной ампер причем если посмотреть внимательно окажется что комплектный зарядник способен на больше максималка у него 65 ватт так что можно держать и другие устройства например ноутбуки а сам смартфон до 100 процентов заряжается примерно за час с другой стороны на некоторых элементах в корпусе сэкономили здесь моно звук хоть и неплохой по частотам и достаточно дешевая вибро экран компромиссный здесь amoled и кстати это хорошая матрица в отличие от многих недорогих смартфонов под углами цвета не меняются это важно но развертка только 60 герц правда у real me есть интересная штука раздел с экспериментальными фишками в настройках называется лаборатория и здесь можно включить так называемую плавную прокрутку и смотрите как это выглядит не совсем понятно что именно она делает но точно совершенно ускоряет прокрутку в ленте большинства приложений даже в ю тубе и по ощущениям действительно это дает чуть больше плавности еще есть полноценный always on display и функция dc dimming для уменьшения мерцания шин при максимальной яркости он здесь всего семь процентов сканер отпечатка пальца находится в экране кстати если интересно то в реальности датчик выглядит как обычная камера просто очень маленькая зацените еще влагозащиты здесь нет но когда смотрел разборы внутренности телефона то заметил что очень многие элементы защищены дополнительными резиновыми заглушками от влаги это конечно ничего не гарантирует но чем приятно что важно по характеристикам здесь процессор snapdragon 720g и важно что точно такой же стоял в предыдущем поколении реалми 7 pro и до него реалми 6 про плохо ли это и так что будет если мы запустим geekbench получается вот такие результаты 572 балла и 1600 в мультикор и получается что это примерно такие же показатели как у того же пиксель 5 на топовых настройках производительные игры не поиграешь но на средних без проблем вот так выглядит тест на троттлинг и тут важно сказать что в смартфоне жидкостное охлаждение посмотрите термопаста есть даже под модулем камеры и на материнской плате вообще все и обмазано также разъем type-c миниджек для наушников nfc модуль и две сим-карты плюс micro sd кстати минимальный объем памяти 128 гигов что тоже важно для этого ценового сегмента и наконец камера чем она интересна ну во первых скорость запуска для такого смартфона зацените сами во вторых матрица основного модуля она на 108 мегапикселей это samsung модель с 5 кей м2 такая же стоит в редми но 10 про который мне понравилось можете посмотреть видео но важно что это не такой же 108 мегапиксельный сенсор как в galaxy s 21 ультра он как минимум тут меньше как снимает традиционно сравниваю с пиксель 5 и в целом все хорошо и ждя цвета детали иногда светлит частая проблема китайских смартфонов но иногда сложно отличить где флагманский снимок на где нет для теста еще поставил приложение google камера и удивительно она чудес не делает снимки равнозначные хоть и разные часть ультраширик тоже неплохой а также макро и сенсор глубины но чтобы камер было побольше 4 но самое интересное в камере это зум который здесь как бы цифровой но выглядит совсем как не цифровой называется технология супер зум и она объединяет несколько снимков сделанных на матрицу для сравнения возьмем фото на iphone 12 про и на real me 8 про с трехкратным приближением и ну как бы местами iphone лучше а местами как-то уже и непонятно не эта фотография при хорошем свете конечно я напомню что айфона оптический двукратный зум есть в условиях посложнее разница кажется более очевидно но если мы сравним реал не с тем же пиксель 5 возьмем пятикратное приближение то здесь пиксель тоже весьма не дотягивает и это прям удивляет с другой стороны с портретами смартфон справляется как большинство китайских смартфонов высветляет и сглаживает зачем они так делают еще в основном сенсоре нет оптической стабилизации но есть своя сделанная на алгоритмах но в целом камера более чем доставляет особенно за эти деньги особенно без приложения джекам и немного про софт здесь сходу android 11 поверх оболочка realme ui 2.0 встроены симпатичные живые обои но слева от рабочих слов нет новостей google свои карточки от умного помощника странный шрифт в разделе обновления надо бы его обновить а еще странно срабатывает жест назад иногда он воспринимается как прокрутками может кривизна моих рук но в целом оболочка аккуратно и отдельно радует что она не пытается быть похожей на и ос это приятно такой девайс и еще раз коротко ключевые отличия от redmi note 10 pro основного конкурента в близком ценовом сегменте он во-первых имеет циклянный корпус и экрана 120 герц камеры похожи но здесь есть свои фишки зато тут быстрая зарядка и некоторые технические нюансы про которые я говорил а главное realme 8 pro дешевле сколько стоит версия 6 гигами оперативки на старте продаж будет стоить 25 тысяч рублей потом цена поднимется и еще есть вторая версия смартфона realme 8 не про здесь ожидаемо все попроще mediatek helio g95 камера на 64 мегапикселя и она будет снимать не так круто хотя алгоритмы похожи а зарядка все равно быстро на 30 ватт так что пишите комментариях что думаете по поводу этих устройств и интересно ли вообще делать обзоры на девайсы не самые топовые но более народный спасибо что посмотрели подписывайтесь жмите колокольчик лайк не пропускайте новые ролики с вами был борис сенский и это драйвер и там же увидимся до встречи в будущем